Всем добрый день, меня зовут Андросов Иван, кто еще не знает, мне 40 лет. Я являюсь профессиональным коучем и психотерапевтом. Я живу и работаю в городе Лос-Анджелесе, штат Калифорния, Соединенный Штат Америки. Ко мне поступил такой интересный вопрос, я как-то прокомментировал одну из наших знакомых, почему все-таки коуч должен быть психотерапевтом, иметь психотерапевтическое образование. Конкретная цель, которую ставят себе, допустим, мои клиенты, когда приходят ко мне, ведь коучинг помогает реализовывать цели, помогает их формировать и помогает вам двигаться вперед, чтобы эту цель реализовать. Проблема в том, что если вы, допустим, никогда не были у психотерапевта, у психоаналитика и не проходили терапию, что в принципе необходимо каждому, вы не знаете своей цели, вы, возможно, не знаете себя, и вы думаете, что вы хотите определенных вещей, но подсознательно, подсознательно вы можете быть к ним не готовы и делать все для того, чтобы саботировать достижение этой цели. Только психотерапевт или психолог может увидеть те страхи, которые находятся у вас внутри, которые мешают и не дают вам продвигаться к той цели, которую вы для себя хотите поставить. И, как я уже говорил, каждый асфальтоукладчик может стать коучем. Это быстро, вы учитесь 4 месяца и, в общем-то, вперед, у вас есть диплом. Здесь очень важно иметь, как сказать, бэкграунд, психотерапевтическое, психологическое образование. Страхи, которые мешают вам двигаться вперед к вашей цели, могут быть разные. Вы можете думать, что вы хотите денег, но вы подсознательно этого очень боитесь. Вы можете хотеть и бояться успеха, вы можете бояться ответственности. И в этом случае, если коуч является также психотерапевтом, он поможет вам увидеть эти проблемы и перейти плавно на них, решить их и дальше продвинуться уже с той целью, которую вы на самом деле хотите. Потому что после того, как вы выявите ваши страхи, они выйдут на поверхность, вы проработаете, возможно, ваша цель изменится. И здесь очень важно, еще раз повторяю, иметь это видение. Почему? Потому что вы можете потратить огромное количество денег, огромное количество часов. Мои услуги, они не дешевые. И мне, я всегда очень честен со своими клиентами, и я всегда обращаю их внимание на какие-то моменты, когда нам все-таки нужно идти назад и решить какие-то проблемы, чтобы продвинуться вперед. Потому что коучинг, он ориентирован в большей степени на сегодняшний день и на завтрашний день. И толкать человека, пихать его в цель, да, и искусственным образом его туда стимулировать, чтобы он шел, как он думает, куда он хочет. И в результате через полгода окажется, что это вообще не его была цель, что все деньги и время были потрачены зря. Вот этого я всегда избегаю, и я всегда честен со своими клиентами. Честность заключается в том, что я не подсаживаю своих клиентов на коучинг, если я вижу, что проблема идет в области психологии, психотерапии. Почему? Потому что любой коуч может, не имея психологического образования, вести вас, давать вам стимул, давать вам вот это вот чувство, что да, я иду вперед, да, я двигаюсь к своей цели. Но понимаете, что моя задача – это эту цель сформировать, проработать с вами и отпустить вас, чтобы вы на собственных ресурсах к этой цели двигались дальше. Если цель не ваша, вы очень быстро это понимаете. Как? У вас теряется интерес. Вот если я с вами не работаю, какое-то время оставляю вас, да, вы работаете сами, вы теряете интерес и, в общем-то, перестаете двигаться к этой цели дальше. Это и есть подсадка. Подсадка на коучинг, когда цель не выявлена правильно. А не выявлена она правильно, потому что есть внутренние неразрешенные конфликты, которые обязательно может разрешить только человек с психотерапевтическим, с психологическим образованием. Поэтому каждый раз, выбирая коуча, пожалуйста, поинтересуйтесь, есть ли у него психологическое либо психотерапевтическое образование. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...